МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заплати налоги и спи спокойно. Сотрудники налоговой службы вышли в очередной рейд по выявлению злостных неплательщиков. Строительные и отделочные работы в кадетском корпусе выходят на финишную прямую. Свежие новости со стройки года смотрите в следующем сюжете. С каждым днем динамика изменений становится все более заметной. На прилегающей территории уже зеленеет трава, посажены кустарники и разбиты цветочные клумбы. Внутри и снаружи здания меняется буквально на глазах. Большинство лестничных пролетов готовы к сдаче. В пищевом блоке установили раковины, завезли кухонное оборудование, необходимое для приготовления пищи, собрали мебель для столовой, где будут обедать кадеты. Завершаются работы по обустройству медицинских кабинетов. В стоматологический кабинет на днях завезли необходимое оборудование. В корпусах наводят порядок, вывозят строительный мусор, моют окна и батареи, чистят полы. Большую помощь строителям оказывают волонтеры. И, кстати, желающих внести свою лепту в общее дело меньше не становится. Совсем скоро в учебном заведении закипит новая жизнь. И все ребята, которым предстоит здесь учиться, с нетерпением ждут 1 сентября. А пока продолжается активная работа взрослых, чтобы сделать жизнь кадетов максимально комфортной. Оксана Очкасова, Бахтияр Велиев, Республика. Зачастую именно здесь жителям удается решить свою проблему. Сегодня свое десятилетие отметила общественная приемная Дмитрия Медведева. Итоги работы подвели на торжественном собрании. Какие вопросы чаще всего поднимают граждане и насколько часто личные встречи становятся действенным инструментом, узнавал Дмитрий Ковалев. В этом зале основной костяк региональной приемной. Члены правительства, депутаты, сенаторы, главы муниципалитетов. Именно к ним обращаются те, кому необходимо решить возникшую проблему. За 10 лет личные встречи доказали свою эффективность. Конечно, приемные зарекомендовали себя как наиболее эффективный канал работы с населением граждан. Откуда приходят граждане? Граждане приходят в региональные общественные приемные. Либо на те дополнительные площадки, которые мы открываем. Региональные общественные приемные, председатель партии Дмитрия Анатольевича Медведева в Чувашеской республике, входят в пятерку лучших региональных приемных России. Доверие жителей к общественной приемной за последние годы повысилось. И это показывают цифры. Количество рассмотренных вопросов достигло 40 тысяч. Личные встречи проводят не только в столице региона, но и в муниципалитетах. Удается помочь каждому третьему человеку. На первом месте у нас, как правило, вопрос – это жилищно-коммунального обеспечения, вопрос о предоставлении жилья. Причем вот с введением в республике проектов по благоустройству придомовых территорий таких вопросов все больше. То есть люди заинтересованы, они вовлечены в общий процесс благоустройства населенных пунктов. В стенах общественной приемной поднимаются совершенно разнообразные вопросы социального обеспечения, медицинского, образования, строительства. Вопросы берут на карандаш и детально анализируют. За 10 лет немало озвученных предложений были отражены в программах развития региона и законопроектах. Имея обратную связь, отдельные мероприятия, включая в наши государственные программы республики или муниципальных образований, мы выглядим по отдельным проектам, как лучшие практики на уровне Российской Федерации. Полигон твердых бытовых отходов или, допустим, рекультивации свалки осталось практически 20% работ и вся территория будет благоустроена. Юбилей региональной приемной для Михаила Игнатьева стал поводом провести очередную встречу по личным вопросам. Диляра Ялюкова приехала в Чебоксары из села Комсомольское. Районный центр продолжает расширяться. За последние годы здесь появилось немало новых улиц. Но пока к жилым домам не подведен газ. Электрические вещи. В том году нам сделали дорогу. На что очень благодарны вам. Прямо старотуар. Мне очень хорошо. Вот. Нужен газ. После проведения газа сколько там потребителей будет? 23, вы сказали, сейчас живете. Это меньше, чем... 70 участков, 70 семей. У нас здесь инвест-программа газификации, да, под объемом финансирования газификации, то есть в раке, которую мне дали, это 5 миллионов 768 тысяч рублей. Ну, почти 6 миллионов. Сейчас еще цены где-то подрастут. Скорее всего, в эту стоимость не укладывается. В следующем году к отопительному сезону вот этот газопровод должен быть идем в эксплуатацию. Жители микрорайона Соленоя просят решить вопрос с перевозкой до школ учащихся младших классов. Школы на своей нет. Наши детки учатся в 33, 35, 23 школы ездят. Добираются общественным транспортом. Конечно, тяжело им приходится. Глава региона отметил, что автобус детям предоставят. Перевозки детей будут осуществлены по всем тем требованиям, которые у нас имеются. Но это все равно временно будет перевозка. В перспективе мы, начиная в микрорайоне новый город строить школу, ваши дети все будут прикреплены к школе, где на территории микрорайона будет построена и ведена школа. Роман Иванов выступает за развитие футбола. Планы властей на этот вид спорта житель столицы пришел обсудить с Михаилом Игнатьевым. Два стадиона у нас были подготовлены для участия, для тренировочных сборов сборной команды мира. Трава на самом деле там газону соответствует всем тем мирным требованиям. И практически там будут проводиться разные соревнования. Региональный уровень, мега-региональный уровень и всероссийский уровень. За час приема главе региона обратилось пять человек. Их вопросы Михаил Игнатьев взял на контроль. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Валерий Резюков, Республика. Подробности о десятилетней работе общественной приемной Дмитрия Медведева в фильме, подготовленном нашей телерадиокомпанией. Смотрите в эфире 31 августа. А в преддверии нового учебного года на традиционном пленарном заседании Республиканской педагогической конференции участники обсудили основные направления развития системы образования в Чувашии. Глава региона Михаил Игнатьев лично отметил лучших работников образования. Основной темой обсуждения стали национальные проекты и программы определенные новым майским указом Владимира Путина. Все они ориентированы на вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Все 12 национальных проектов они только смогут быть реализованы во взаимодействии с другими органами власти. Поэтому здесь мы на республиканальном уровне четко работаем. Начали школы сейчас ремонтировать, где-то капитально, где-то, соответственно, косметически. И наша задача в предстоящие годы отремонтировать каждую школу. В 2025 году планируется обеспечить обучение всех школьников в одну смену. За последние 6 лет в развитии образования в целом направлено более 86 миллиардов рублей. Построено 47 детских садов, 10 школ. Полностью обморена материал-техническая база 9 техников. В текущем году будет строительство и регулируется 7 школ и 13 дней детских садиков. Главным ресурсом для повышения качества школьного образования названы сами учителя. Моя профессия, это, наверное, высокие слова скажу, это сеять вечное, доброе. Но я думаю, что в школе до сих пор живут идеалы, и мы эти идеалы стараемся передать детям, несмотря ни на какие, скажем, тяжести, которые, ну, невзгоды или, скажем так, недостатки, которые существуют в обществе. Наши учащиеся показывают очень хорошие результаты. Они поступают в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Нижнем Новгороде обучаются. Благодаря федеральным проектам «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность» и многим другим, в ближайшем будущем должны решиться многие поставленные задачи. В 70% российских школ будут созданы современные условия для обучения. Также появятся добровольческие отряды или сообщества волонтерам по разным направлениям. Оказать помощь родителям призван национальный проект «Современные родители». Главное внимание уделяется созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Все школы Республики к приему детей готовы. Наша съемочная группа съездила в Алатарский район, чтобы узнать, как обстоят дела в Алтышевской школе. 1 сентября Алтышевская школа откроет свои двери для 48 учеников. К новому учебному году здесь проведен косметический ремонт. Единственное, в планы нужно вписать благоустройство территории школы. После посещения школьных кабинетов для беседы с представителями органов власти за общим столом собрался учительский коллектив, родители школьников и просто неравнодушные сельчане. Многие родители выразили обеспокоенность тем, что из-за реорганизации школы она может и вовсе закрыться. «Разговор состоялся очень конструктивный. Все высказали свое мнение и всем прекрасно было объяснено, что данная школа закрываться не будет. Будут дети обучаться с 1 сентября данной самостоятельной школе. Она не будет ни присоединена, ни закрыта. Родители прекрасно понимали, что школа будет оставаться самостоятельной, но в то же время была группа родителей, которые не до конца понимали все дело и поэтому соответственно они стали высказать свое мнение. На сегодняшний день школа отремонтирована, она готова к приему детей на 1 сентября. Учителя все вышли на работу, вакансий в школе нет. В классах созданы уютные и хорошие условия для обучения». Однако руководству села, коллективу и всем жителям необходимо подумать о том, что для дальнейшей ее работы необходимо позаботиться о привлечении в нее учеников. «На сходе граждан с родителями немножко были эмоции, конечно, я сожалею. Практически длилась у нас где-то полтора часа встреча. Пришли к хорошему пониманию, что наоборот мы строим планы, что данное сельское поселение в местной инициативе не участвовали. Мы на сегодняшний день проект готов. Рассматриваем подательную экспертизу и сделать данной школе крышей. У нас есть немножко проблемы. А в прошлом году в этой школе мы сделали санитаритические условия, около 900 тысяч мы вложили. И поэтому никогда не рассматривалось на данный вопрос. Наоборот, это село, как уже было сказано, село как бы живет, процветает. Во время встречи было сказано много добрых слов об учебном заведении, ее педагогах и качестве образования. Алтышевская основная общеобразовательная школа сегодня показывает достойные результаты и по сдаче госэкзаменов, и по подготовке детей к олимпиадам известны и успехи педагогов. Я родительница двоих детей. Старшая дочь у меня закончила эту школу, сейчас учится в ЧГУ Чебоксара. Младший у меня идет в 9 класс. Я даже сейчас рада, что мы все обсудили вопрос и приняли решение, что действительно школа остается. Ну, я очень рада, что ребенок, дети у меня учатся в этой школе. Мы тоже приезжие, мы живем 20 лет здесь и нравится нам школа. Замечательная школа. Я такого уюта нигде не видела. Мы учились в большой школе, где было по 30 детей в классе. Здесь практически индивидуальное обучение. Все дети вежливые, учтения вежливые. Я городской житель, но такого уюта я здесь не видела нигде, кроме как здесь. То есть, это все устраивает? Прекрасное место, очень уютное. Тут шло как бы собрание у нас, но народ немножко неправильно понял. И шло о реорганизации школы. Все теперь понятно всем. Закрытия школы никакой не будет. Всем все понятно, все довольны. И приехал сегодня у нас представитель Сибоксар. Все еще раз объяснил. Школа будет работать. Всем большое спасибо за нашу школу, потому что у нас село процветающее, не умирающее. Очень много остается молодежи. У нас в школе церковь, в селе у нас церковь, сельсовет, новый мидпункт построили. И наша красавица школа, тем более новая школа, 30 лет всего школе. Предприятия республики наращивают объемы заказов для нужд Министерства обороны. Наладить взаимовыгодные контакты разработчикам инновационной продукции помогает Международный форум Армия. С деловой миссией в Московскую область отправилась и наша делегация из Чувашии. Один из экспонентов завод по выпуску мобильных укрытий. Подробности у Дмитрия Ковалева. Такому ангару не страшны ни экстремальные холода, ни ураганы, ни сейсмоудары. А это то, что действительно необходимо военным. На счету завода Волгостальконструкция десятки успешно выполненных гособоронзаказов. География поставок продолжает расширяться. Мы вставили тентомобильные укрытия начиная от Калининграда и до Улан-Удэ. Мы ставили от севера до Крыма. Везде они показывают себя только с наилучшей стороны как укрытия, которые позволяют укрыть от мороза, от холода, от ветра, от дождя, от сырости, от влаги. Такие объекты комплектуют кондиционерами, вентиляционными трубами, системами для тушения пожаров. Продукция предприятия лицензирована Министерством обороны страны. На заводе выпускают мобильные тенты для военной техники, ангары для самолетов и вертолетов. Нашу технику необходимо сохранять, сохранять от различных климатических, погодных и иных факторов. Уже установлено более 380 единиц таких объектов. Они очень востребованы для Министерства обороны. На Международном военно-техническом форуме предприятия «Волгостальконструкция» участник постоянный. Немало контрактов заключили в прошлом году. Интерес партнеров к продукции завода вполне объясним. Они могут как быть установлены, так могут быть демонтированы, перевезены и установлены в другое место. Они менее трудозатратны. Они также и более дешевы, чем стационарные объекты. Большую заинтересованность оказывают еще и гости у нас с ближнего и дальнего зарубежья. Имеются запросы на рассмотрение и поставку наших тентомобильных укрытий для стран дальнего зарубежья. Металлоконструкции предприятия также применяют при строительстве торговых объектов, зерноскладов, коровников, теннисных кортов и ледовых арен. На нужды Минобороны Чувашский завод работает вот уже 4 года. Глава региона отметил, что участники форума производят востребованную продукцию. Наши организации выставлены здесь на этой выставке достойно. Они выполняют государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса. Работают ответственно, выигрывают конкурсы. То, что делают на самом деле, делают с честью, достойно, как настоящие патриоты нашей любимой Российской Федерации. На тентах мобильные комплексы в военном ведомстве делают ставку. Реализовать стратегические задачи Минобороны предприятие готово. Дмитрий Ковалев и Александр Петров Республика. В платежке за ЖКУ в октябре появится новая строка услуга вывоз твердых коммунальных отходов. Впредь платить за отходы жильцы будут исходя из количества прописанных людей а не с квадратного метра как это происходит сейчас. Кто от такого изменения останется в плюсе и как власти организуют переход на новую систему в области обращения с отходами в следующем материале. День Икс 1 октября. Именно с этого дня жители Чувашии будут платить за мусор с прописанного лица а не с квадратного метра. Тариф по всей республике единый 74 рубля 44 копейки в месяц. Нехитрая математика один человек живущий в однушке останется в плюсе а вот семье из четырех человек на такой же площади придется доплачивать. При этом льготы для определенных групп остаются. Ежемесячные денежные компенсации на оплату ЖКУ федеральным льготникам это инвалиды войны участники войны члены их семей награжденные знаком блокадного Ленинграда жители блокадного Ленинграда инвалиды и семьи имеющие детей инвалидов а также пострадавшие от радиации и члены семьи погибших военнослужащих они на сегодняшний день им компенсируются расходы по оплате ЖКУ в размере 50% Стоит посмотреть на остальные регионы России тариф в Чувашии один из самых низких так например в Курской области установили плату с человека 131 рубль в каждом регионе свои цифры которые действуют на всей территории субъекта вне зависимости от отдаленности населенного пункта от полигона куда везут отходы Минприрода в Чувашии с привлечением федеральных следствий планирует в 2018 году строительство мусороперекрушенной станции в городе Канаши до 50 тысяч в 2019 году строительство МПС в Шомерлинском районе и в 2020 году строительство в поселке Мурнаве Мурнавского района Пока на территории Чувашии 11 полигонов для сбора мусора Живое обсуждение по этому поводу возникло накануне в администрации Калининского района где собрались представители власти и руководители и работники управляющих компаний городов и районов республики Но вы не учли не учли дальние районы допустим Ярлинский район там Шумышенский вы не учли движение какое мы делаем круг когда мы собираем мы являемся тоже в Ярлинском районе единственные в котором мы имеем мусоровоз мы возим так вот как вы все знаете город Шумерлин Шумерлинский район у нас колено получается 60 км туда 60 обратно а хватит по два раза в день Единый тариф это требование нового законодательства также по закону выбрали единого регионального оператора компанию Экоцентр она будет координировать деятельность по сбору транспортировке обработке обезвреживанию утилизации твердых коммунальных отходов по Чувашии с ней должны заключить договоры все управляющие компании товарищества собственников жилья и отдельные собственники я обращаюсь к вам наша с вами задача вместе с управляющими компаниями с ПСЖ актуализировать список жильцов список собственников неживых совещений и помочь нам в сборе денежных средств денежных средств не для нас а для перевозчиков и для полигонов которые сегодня будут это принимать и вывозить уведомить собственников об изменениях управляющей компании должны не позднее чем за 10 дней до перехода на новую систему поэтому информацию о новых правилах можно будет увидеть на оборотной стороне платежек за август и сентябрь Ирина Волкова Леси Русакова Валерий Резюков Бахтияр Велиев Республика В Комсомольском районе идет ремонт центральной больницы детское, инфекционное и хирургическое отделения уже отремонтированы 4-летний Никита Юманов лежит в больнице уже 3 дня у него ангина сейчас он вместе с мамой находится в стационаре но условия они не жалуются тем более что Юмановы одними из первых оценили ремонт отделения нам нравится тут очень светло красиво ярко вот тумбочки даже какого цвета да Никит такого интересного кровати мы лежали в детской больнице конечно это не по земля конечно это не по мне здесь очень чисто да Никит красиво вкусно кормит хорошо за нами смотрит сантехника проводка вентиляция в хирургическом отделении все заменено даже двери здесь поставили специальные со стеклом двери прозрачные сделали для удостов медперсонала дежурного чтобы в ночное время не беспокоить пациентов и видеть что непосредственно происходит в каждой палате за последние 35 лет капитальный ремонт в комсомольской больнице делают впервые в первую очередь мы сдали инфекционное отделение инфекционный корпус буквально на прошлой неделе сдали закончили капремонт хирургического отделения и отдельно стоящие здания пищеблока кухни также у нас в этом месяце до конца этого месяца заканчивается капремонт детского корпуса полностью второй этаж закончили и заканчивают первый этаж и буквально вот позавчера начались ремонтные работы в терапическом отделении сейчас в больнице готово 3 отделения на очереди еще 6 всего же на капитальный ремонт больницы из республиканского бюджета выделено 30 миллионов рублей кстати появилась возможность привести в порядок клиникодиагностическую лабораторию а все благодаря сэкономленным на аукционах средствам комсомольская больница преобразится полностью до конца года Юлия Важенина Владимир Синдеев Республика заплати налоги и спи спокойно об этом не перестают твердить налоговые службы но желающих незаконно сэкономить меньше не становится для выявления нарушителей предприятий потребительского рынка сформирована мобильная группа из представителей администрации Ленинского района налоговой инспекции и центра занятости накануне проверка прошла и в торговом комплексе ярмарка далеко не все предприниматели и продавцы рады визиту таких гостей кто-то сразу уходит с торговой точки кто-то возмущается и негодует кто-то обещает исправить нарушение но как правило тот у кого все в порядке не без доли волнения показывает документы почему у вас тоже нет а я в конце подписался я даже и не знал что смотрите здесь тоже не подписаны я в конце подписался а вы здесь у нас все к листам ну давайте сейчас подпишусь я сейчас работаю сам на себя и сейчас найти продавца очень тяжело и никто не хочет работать никто не хочет работать на других и вот насчет пенсии ну как сказать оплаты за работника не знаю наверное вряд ли кто хочет потому что посмотрите рынок пустой все бегут потому что здесь уже ну как сказать денег здесь нету. Культура торговли на ярмарке еще далека от совершенства. В ходе проверки было выявлено около 10 нарушений. По большей части они связаны с уклонением от уплаты налогов за наемных работников. На момент проверки на месте не было у них ни трудовых договоров, ни договоров об аренде. У многих отсутствовали свидетельства предпринимателей. У нас налог берется в сумме 30,2, который должен идти на отчисления в соцстрах, в медстрах и в пенсионный фонд. Эти накопления идут на счета их же работников. Они потеряют в чем? В том, что все равно представители налоговой инспекции выявят таких сотрудников и обязательно все будут оштрафованы. Владельцев ИП, у которых выявлено нарушение, приглашают в налоговую службу. А с продавцов берутся объяснения. Многие индивидуальные предприниматели негодуют от падения прибыли и регулярного повышения налогов. Но это не освобождает от ответственности. К тому же с июля этого года изменилось законодательство по применению контрольно-кассовой техники. Теперь обзавестись расчетным аппаратом необходимо и предпринимателям, которые торгуют под открытым небом. Хотя специалисты утверждают, что он будет работать при любых условиях, сомнений на этот счет владельцев железных контейнеров не покидают. Работать в этих железных условиях, когда у нас тут заливает дождь, когда у нас зимой здесь все в снегу становится, все снегом занесено, мы не успеваем все это вытряхивать. Не будут у нас тут работать эти кассовые аппараты. У нас здесь электричества нет. Если их держать мобильные такие на батареечках, на аккумуляторах, на морозе, даже сотовые телефоны моментально, хотя при теле держим, садятся. До 1 июля 2019 года все предприниматели должны иметь кассовую технику. Причем при своевременном оформлении большую часть средств удастся вернуть. Нарушителям же придется заплатить кругленькую сумму. Когда у предпринимателя есть наемные работники, но контрольно-кассовая техника до сих пор за ними не зарегистрирована. Это нарушение законодательства предпринимателям грозит административный штраф от 10 тысяч рублей. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика. А впереди последние выходные этого лета. Отличный повод, чтобы отметить какой-нибудь праздник. Например, один из самых необычных, как Ночь летучих мышей. Праздник зарядился в Европе и сегодня он проводится в более чем 30 странах мира. В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году. В эти дни во многих европейских странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране этих животных. А в праздничную ночь организуются экскурсии, во время которых можно увидеть скрытных зверьков. А мы желаем вам интересных выходных. До встречи в эфире.